Музыка Как говорил Станиславский, театр начинается с вешалки. Надо действительно в первую очередь свои какие-то... Ну у нас у всех есть личные проблемы, и нам как никому нельзя их тащить в работу. Ну совершенно нельзя. Нужны все какие-то сложности или наоборот радости, очень сильные и яркие какие-то впечатления, оставлять где-то за кулисами и настроиться на какое-то вот безотносительное ощущение. Потом ты, естественно, в зависимости от того, какой у тебя персонаж и роль, ты, грубо говоря, надеваешь на себя костюм и становишься другим человеком, который абсолютно искренний, который общается с людьми. Вот говорят, что в театре или кино люди играют, там что-то представляют. А когда я учился в институте, я понял, что как раз люди и в театре, и в кино, они максимально искренни. Вот когда ты чувствуешь, что тебя обманывают в театре, тогда да, тогда понятно, что артист играет плохо. А вот когда ты чувствуешь, что тебя трогает то, о чем говорит человек со сцены, этот человек не играет, он действительно это чувствует. Он очень искренний. Надо быть искренним. Раз-два-три! 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 Подлинную историю! Подлинной работы! Ни пух ни пера! С Богом! Вот как и надевать костюм, так и снимать. У каждого, мне кажется, артиста есть своя какая-то методика. Как он подготавливается, как он снимает с себя этот костюм потом. Кто-то легко из этого выходит. Мне, например, не всегда. У меня не всегда так получается. Мне нужно время. Мне нужно минут 15 просто посидеть, подумать о том, что произошло сейчас. со мной, со зрителями. Больше всего ты устаешь физически. Ну, просто физически. Ты затрачиваешь... Организм работает на каком-то другом уровне, когда ты на сцене работаешь. Это не только общение, не только взгляды. Ты действительно тратишь очень много сил. И в первую очередь надо... Ну, нужно как-то прийти с себя физически, проситься. А морально нет. Ну, морально можно сразу отойти. Нельзя выходить на сцену, не понимая того человека, которого ты транслируешь. А если ты его уже понимаешь, то... Ну, это не будет занимать много времени, мне кажется. Лап. Получается, что обычно так же пришло. Ой. Красиво. О, я вам покажу. Конечно, я... Ох, я тебе покажу. Ох, я тебя покажу. Я понимал, что я выпущусь из института, поеду в Москву, а вдруг меня не возьмут в театр, потому что там конкуренция большая, я могу не попасть. Но я всегда смогу пойти куда-нибудь сниматься в какую-нибудь массовку, а там глядишь и пробьюсь в кино. Я понимаю, что как для спортсмена, легкоатлета нужно бегать каждый день с утра или там прыгать, в зависимости от того, в какой категории он выступает. Так и артистов всегда нужно репетировать. Если ты снимаешься в кино, ты не в таком тренаже. В кино скорее ты показываешь результат. Кино это как соревнование для бегуна, а театр это вечная его тренировка, в которой он должен находиться. Я просто понимаю, что я здесь очень много получаю от людей, от коллег, от зрителя Самарского, от того материала, который совершенно случайно как-то мне попадается. Кто-то просит где-то у него поучаствовать в какой-нибудь маленькой работе, где-то у нас режиссер отбирает к себе в команду, и мы выпускаем спектакль. Это очень здорово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!